Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. В какой помощи и защите нуждаются предприниматели? Как экономический кризис отразился на малом и среднем бизнесе? Об этом говорим сегодня и в нашей студии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов. Ваших вопросов мы ждем, как всегда, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, он вообще когда создан? Такое впечатление, что не так давно. Ну, это действительно новый институт. В 2012 году, 22 июня, был указ президента назначения федеральному полномочнику Титова Бориса Юрьевича. Это бывший руководитель общественной организации «Деловая Россия», крупный, хороший, удавшийся бизнесмен. На следующий год, 8 мая, федеральный закон 78, который, так сказать, законодательно укрепил институт уполномоченного. Ну и, наконец, 18 ноября 2013 года в нашей Саморской области был принят закон, прошел Думу, подписан был губернатором. Ну вот, в общем-то, поэтому считайте сами. Институт очень новый. Ну и я с 24 марта 2014 года вот в этой должности, которая, я считаю, очень интересная. Да, ну вот, да, интересный взгляд на свою работу. Скажите, пожалуйста, а актуальность, почему вот создали этот институт именно по защите прав предпринимателей? В чем актуальность? Так много накопилось проблем, и какие это проблемы у предпринимателей? Ну, начнем вообще с основной задачи, да. Задача – это защита законных прав и интересов предпринимателей по взаимоотношению его с государством, с государственными институтами, с государственными органами. А это восстановление его нарушенных прав, это участие в государственной программе развития предпринимательства. Поэтому, когда этот институт создавался с теми людьми, которые пришли из действующего бизнеса, ну, реальные бизнесмены, реальные люди, которые прекрасно понимают все риски и всю текущую проблему, понимают суть вопроса, они не из, так сказать, из чиновников, которые с большим-большим стажем в государственную или муниципальную службу, а это именно те люди, это общественная организация, которая деловая Россия, опора России, это была, так сказать, кузница этих кадров, это те люди бизнесовые, бизнес-мозгами, которые, скажем так, на кончиках пальцев чувствуют эту проблематику. Поэтому, ну, а поскольку у нас, ну, сложилась такая структура экономики, что в Российской Федерации, если взять, так сказать, за 100% всю численность предпринимателей, только 1% это крупный бизнес. В 1% сидят 7% с лишним процентов людей, так сказать, которые трудоспособны в возрасте, те, которые работают. Поэтому, конечно же, это жуткий перекус в экономике, и любые экономики мира, развитые я имею в виду, они, конечно, многогранные, многоформатные, и не просто так, на последнем госсовете, который проходил весной 2015 года, Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу о том, что за короткий период времени должно удвоиться количество субъектов малого сведения предпринимательства. А вы видите реальность воплощения такого предложения? Ну, во-первых, как это называется? Какие должны быть условия? Ну, должно быть... Вы знаете, у нас очень много законов. За 8 лет количество законных, подзаконных актов увеличилось в 3 раза. Я имею в виду действующих по бизнесу, которые в том или ином виде касаются. Вот. И вроде как и регуляторная среда, и множество программ и так далее, и так далее. Но при этом множество программ всегда возникают, ну, такие иногда системные сбои, которые вдруг большой путь, который там прошли люди, или прошел бизнес, прошла страна в бизнесе, вынуждена откатываться назад. Ну, вот яркий пример. В 2012 году в негосударственные фонды было принято решение поднять, так сказать, оплату негосударственной фонды, и достаточно серьезно подскочила сумма выплат, и мы по стране потеряли порядка 14 тысяч объектов малого бизнеса, ну, микробизнеса. То есть это те предприниматели, которые, по сути, занимались самозанятостью с оборотами до 500 тысяч рублей, и эти люди не выдержали вот такого благого, потому что тот шаг делался в расчете на крупные предприятия. И не посчитали, не оценили те риски, которые, возможно, могли наступить, и тем самым мы получили за два года вот откат, и те люди, которые занимались, по сути, самозанятостью, они либо остались в нелегальном поле, так тем занимаются, что очень печально, либо еще хуже стали, так сказать, за пособиями, по безработице, то есть уже еще повисли на бюджете дополнительно. И все-таки, чтобы количество предприятий малого-среднего бизнеса увеличилось почти вдвое, какие должны быть условия в стране и в городе, допустим, или в области? Вот что должно, что мешает такому быстрому развитию? Ну, я боюсь, что формат 30 минут, мы никаким образом не выложим. Ну, хотя бы самое основное, что должно, чего сегодня не хватать, для того, чтобы как можно больше предприятий и малых организовывать? Знаете, я считал и считаю, поскольку мне посчастливилось работать в реальном бизнесе порядка 16-17 лет. В каком? Уточните, пожалуйста. Да, ну, у меня было много разных тем. Первое, совместно советско-западно-германское предприятие в Самаре, в Самарской области. Потом мне посчастливилось заниматься фармпроектом, и фармацевтическую фабрику строил. Вот, поэтому... Опыт есть. Да, в различного вида деятельности предпринимательской есть. Вы знаете, самые главные долгосрочные правила игры, внятные долгосрочные правила игры, они не должны меняться быстро и нести за собой огромное количество данных, которые должен, по законодательству должен, обязан, так сказать, предприниматель знать. Ну, представьте себе, у нас мы можем взять, допустим, крупное промышленное или какое-нибудь предприятие, у которого там не одна тысяча человек, у которого юридические службы, бухгалтерские службы и так далее, и так далее. Это целый перечень специалистов, в том числе, которые ведут трудовые, так сказать, договора с персоналом, работники по персоналу. Вот, и зачастую перечень тех формальных документов и нагрузки, он одинаков, что для микропредприятия, не знаю, в 3-5 человек, что для крупного промышленного предприятия, что нереально. Но если мы возьмем, допустим, по трудовым взаимоотношениям предпринимателя, как работодателя, то, вот я вам скажу, порядка 18 документов он должен ввести, только по учету своих взаимоотношений с теми людьми, а это, посчитаем, 2-3 человек. Там по работе с отходами, паспорта по работе с отходами, классификации по их качеству и так далее. То есть вот когда, и вот в 2009 году, по-моему, когда вышел 24-й федеральный закон об ограничении проверок малого бизнеса, мы с коллегами из прокуратуры Самарской области, рисовали большую-большую портянку, где выписывали те организации, которые в том или ином виде взаимодействуют в виде проверки, как фискальной организации, по каким видам и так далее. На тот момент мы насчитали 68 организаций, которые непосредственно идут к предпринимателю. Ну и можете себе представить, когда это одно предприятие, 5-10 человек, это, конечно же, очень тяжело, поэтому здесь требуются такие чёткие упрощения. Но вот если бы мы, я так коснулся вот в этих комментариях по экологическим проблемам, да, я имею в виду экологическому законодательству, тут важно, чтобы подход вообще к проверкам был по принципу рискориентированным. То есть если это там предприятие, которое химическое выпускает серьёзные какие-то там продукты, которые могут нарушить экологию, здоровье людей, унести за собой, это одна система проверок. Если это маленькая мини-пекарня, где работают три человека, и на них распространять те же практически требования формальные, которые на сегодня есть, это совершенно невозможно. Поэтому сейчас идёт разговор на федеральном уровне. Кстати, сегодня вот внесён законопроект о трёхлетнем моратории на плановой проверке субъектов малого бизнеса, внесён правительством России в Госдумы сегодня. Вот это тоже, наверное, там тоже экологическая будет составляющая учитываться. Нет, у нас в Самарской области... Есть такое, да? Нет, вот сейчас готовится, я думаю, что будет вместе, в виду, наверное, по Самарской области, потому что российский он уже принят. А, ну вот не знаю, сегодня прочитал. Да, нет, это есть, это касается... Сейчас активно обсуждалось в нашей губернской думе на профильном комитете промышленности предпринимательства, и были ряд предложений, но такие есть как реперные точки брать. То есть вновь созданы предприятия, причём оно берётся так, что я могу не допускать, что я могу каждый год создавать новые предприятия, и, так сказать, это разовая возможность, да? Но и созданы предприятия, которые занимаются в сфере производства, в сфере определённого вида услуг, значит, у него есть определённые ограничения на... В общем, одна из основных проблем – это проверки, да, обоснованные, необоснованные, вот, со стороны контролирующих органов. Я так поняла, да, вот, на что предприниматели вообще жалуются, вот, к вам обращаются? Ну, вы знаете... Не только же на это? Ну, если все... Тут... Есть по отраслям, я могу сказать, допустим, вопросы торговой деятельности, вопросы налогов, вопросы имущественно, вопросы, так сказать, излишних проверок, вопросы ареста оборудования и приостановления действия предприятия, деятельности предприятия. То есть существует масса таких вот административных шагов, которые, в общем-то, если их... Ну, если бездушно работать и иногда брать самую жёсткую границу наказания, то можно предприятие уничтожить на счёт раз, маленькое, микро. А с учётом того, что у нас шкала по, скажем, по видам наказания, по штрафам, она... Нет градации, крупные предприятия это или малые. То есть крупные предприятия, которые заплатят 200 тысяч рублей, там, условно, магнит, пятёрочка или какое-нибудь крупное предприятие. И микромагазинчик, который в сельской местности... Ту же сумму должен заплатить. Да, он может тоже сумму заплатить и на этом закончить своё существование в принципе. Поэтому мы говорим о том, что должна быть, ну, скажем так, должна быть новая практика административных наказаний в виде переламывать ситуацию не в виде значка, что я поставил галочку, а страфовал на 30 тысяч предпринимателей, а в виде предупреждения, если это сделано впервые, если это нарушение первичное, предупредили, сказали, что ты должен исправиться, человеку даётся время, он исправился, и только в следующий раз такого рода наказание. Ну и здесь, конечно же, всё-таки сделать градацию на микробизнес, на крупные предприятия, потому что... Дифференцированный подход. Дифференцированный подход, да. Евгений Николаевич, к нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, ещё есть время. Уважаемые предприниматели, коммерсанты, бизнесмены, пожалуйста, если у вас какие-то есть проблемы, обращайтесь, и сегодня наш спикер ответит на любые ваши вопросы. Первый вопрос. Почему решение о закрытии рынков принимают не предприниматели и не жители, а люди, которые никогда на рынки-то и не ходили? Это вопрос. Да, вот ваше мнение. Потому что такая массовая у нас есть тенденция по закрытию маленьких вот этих вот рыночек. Нет, ну давайте, всё-таки, тут большая проблема, её там можно на несколько частей разрезать. Если мы говорим про рынки, это у нас есть законодательное закреплено в федеральном законодательстве, что такое рынок, это стационарное сооружение, которое отвечает определенным нормам и требованиям ветеринарных служб и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот рынки в том виде, который мы говорили о том, что развалы там, хлеб, соль, сахар и так далее, значит, если он переформатируется в рынок сегодняшний, это должно быть закрытое нормальное сооружение. Поэтому вопрос, это может быть про ярмички, которые не постоянно действующие. Ну вот такие небольшие рыночки, которые возникают на... Мы говорим по нестационарной торговле в целом. У нас очень большая проблема сложилась именно в городском округе Самара. Да. Ну, тут опять два вопроса, понимаете. Первое. У нас на протяжении многих лет разрешения выдавались, условно говоря, в 2006 году Министерство имущественных отношений Самарской области взял на себя функции оператора земли, это фактически он подписывал договоры о аренде и так далее. А городская администрация, ну, точнее, подтверждала точки, где, так сказать, может нестациональный торговый объект существовать. Вот. И вот это вот не совсем, ну, так сказать, отсутствие у семи нянек дитя без глазу, в общем, привело к тому, что Минимущество не продляло и не фиксировало договоры о аренде, он уже на протяжении, так сказать, длительного времени сейчас передали это в городскую администрацию. А город, исходя из нормативных документов, должен был подготовить схему, внести в схему размещения торговых объектов все торговые точки, а потом уже, так сказать, смотреть. Если город разбирается, развивается здесь, они убираются. Но получилось, вот эта накапливалась проблема, получилось так, что, условно говоря, на две тысячи объектов нестационарной торговли легальных, которые когда-то имели договора о аренде и платят официально, но не продленные сейчас договора, у нас еще гораздо большее количество нестационарных торговых объектов, которые никогда не имели никаких документов, и это те люди, которые на сегодня, на самом деле, большущее зло, я имею в виду, незаконное предпринимательство. Потому что вот у нас получается так, что вот, условно говоря, две тысячи субъектов малого бизнеса, которые имели договора, которые у нас, МНН, УГРН, они там и отчисления в фонду делают, они платят заработную плату, они системные, легальные и так далее. К ним идут проверяющие, определенные требования. А есть огромный вкус предпринимателей, которые, условно говоря, внешне примерно все то же самое, только он не платит ни налогов, ничего, никак не зарегистрирован. И вот здесь, что он там, так сказать, производит, кому он продает и так далее, это большая проблема. Но, к сожалению, они у нас, у фискальных органов, они у нас выпадают из поля зрения. Просто потому что налоговая инспекция, она идет к тому, у которого у нас стоит приезды, администрация, муниципалитет, условно, это тем, которые у них там занесены. А наказание на сегодня за незаконное предпринимательство, это административный штраф в районе двух тысяч рублей. Всего-то. То есть это ни о чем, да? Конечно, да. Поэтому мы и говорим о том, что отсюда в посту идут вот эти разливайки, спайс и прочая вся дрянь. Это, конечно, это безобразие. И надо, безусловно, все это вот, то, что стояло, непонятно, как убирать. Но самое главное, что приземлить тех людей, которые вот легальные, официальные, и помочь им легализовать их отношения по аренде с городом на сегодня. Да, понятно. Следующее сообщение. Картофель в Ашане или на базе стоит 18 рублей. Его перекупают и перепродают по 33 рубля. Есть ли на это какая-то управа? Ну, это тоже такой вид предпринимательства. Ну, вы знаете, я... Частного, мелкого, очень. Плохо или хорошо, я... Знаете, как, ну, тут комментируют как-то неправильно. Но у нас другая, я считаю, проблема. У нас есть ряд сельских производителей, мелких христианских фермерских хозяйств, которым огромная проблема выйти с своей продукции на рынок. Понятно, что они в Ашан свои продукции никогда не зайдут. Потому что требования у Ашана, это не говоря же о том, что войти на полку и так далее, и так далее. Это там, так сказать, объемы продукции, качество, упаковка и так далее, и так далее. То есть это все опционы, которые наш микробизнес выдержать на сегодня не может. И здесь, скажем так, какие-то делают центры переработки, когда, так сказать, центр коллективного пользования, когда, условно, человек привозит свою картошку, упаковал в сетку, он помыли, упаковали в сетку, он заплатил нужное количество денег и пошел с этой картошкой. А второе, у нас сегодня, я считаю, что не хватает ярмарок, нормальных ярмарок выходного дня, которые, так сказать, продуктовые. То есть не универсальные, которые там написаны около, там, на повороте дома, там, Кира-72, условно говоря, зарегистрированы там три вида ярмарок. По факту это два стола и никаких неудобств, ни форматов, куда привезти продукцию и так далее. Вот понятно, что площадь Куйбышева, она, ее под ярмарки нельзя всегда держать. И слава, хорошо, что она сезонная, но тем не менее, у нас вот как раз и прошло такое, что тут еще есть нюансы, да, у нас многие там бывшие наши сограждане из ближнего зарубежья и так далее, они с рынков перебрались на вот такие, вот такого рода ярмарки, потому что на рынке это постоянно действующая работа, она как бы, миграционные определенные ограничения есть, на ярмарке этого нет. Поэтому, конечно, у нас катастрофически не хватает ярмарок, им должно быть рекомендация Минпромторга, там, на 30 тысяч человек одна ярмарка, именно продовольственная, именно муниципальная, да. Но вот с точки зрения людям дотянуться сегодня там с свежей зеленью, с пучком укропа, с редиской, там, свежими огурчиками, не перекупать сашан, а прийти своим, у нас это тяжеловато. Понятно. К малому предпринимательству относятся ли денежные игровые автоматы, или это нелегально? Читайте законодательство, понимаете, с точки зрения, когда было разрешено, ну, наверное, попадало это под, ну, эта деятельность закрыта, запрещена, поэтому, если вы этим занимаетесь, вы можете заниматься только на свой страх и риск до первого участкового инспектора или специально обученных людей. Понятно. А вообще, вот что сегодня происходит? Все мы говорим про экономический кризис, и хотелось бы узнать, как это отразилось вот именно в области, на малом и среднем предпринимательстве. Это негативные все-таки тенденции, или есть какие-то варианты, и даже плюсы от такой ситуации, которая складывается? Вот, допустим, очень много про импортозамещений говорят. Ну, казалось бы, создавая что-то, какие-то такие продукты и вещи, которые не везутся сегодня из-за границы, можно здесь производить. Нет, ну, на самом деле, частично так и есть, да, если мы говорим, допустим, про то, что определенные там ужесточения, эмбарго и так далее, и, в общем-то, там были серьезные риски по вступлению в ВТО. На сегодня, так сказать, здесь кое-что попроще, выигрывают, пытаются выигрывать, иногда и хорошо выигрывают местные производители, продуктов питания, переработчики, те люди, которые вот достаточно короткое плечо в честь переработки, да, вырастил там небольшая, небольшого рода переработка, и ты ее оставляешь уже на продажу. Вот, это может быть, да. Если говорить по импортозамещению в целом, по промышленности, знаете, существует мощная программа на федеральном уровне, программа на региональном уровне, есть нарезанные совершенно четкие задачи по импортозамещению, это, конечно, оборона, это, конечно, космос, и автомобилестроение, и, там, не знаю, выпуск полимеров, нефтехимии и прочее, и прочее, прочее, и есть предприятия, которые здесь там системно работают, прорабатываются там какие-то компенсационные программы на покупку оборудования, это большая работа ведет с Министерством промышленности Самарского, с Самарским правительством, вот. Вот, поэтому в целом говорить о том, что, ну, наверное, ну, вот в качестве примера, поскольку когда-то имел отношение к фармбизнесу, фармпроизводству, ну, могу сказать, что, да, у нас порядка 75-80% госзакупок идет по линии государства, ну, для лечебных учреждений, да, и так далее. Вот, и здесь большая поляна, где может участвовать предприниматель, занимающийся фармацией, но, вы знаете, это безумно тяжелое, потому что с точки зрения на сегодня механизм разрешения запуска препаратов, причем, если не говорим, да, не о каких-то новых, которые там проводят, там, эти студеноживотных, там, испытания клинические, доклинические, целая, там, вереница, разработка, дженерики, те препараты, которые вышли из-под патентной защиты, там, не знаю, каптаприл, там, капотен, там, какие-то еще лекарства, которые, по сути, ты можешь сейчас производить под другим наименованием, да, а на сегодня это составляет, ну, я боюсь совершенно, там, говорить абсолютные цифры, но не один месяц, там, год, может, больше, поэтому это, причем это только если даже развесовка поменялась, было 25 миллиграмм, стало 50 миллиграмм, активное вещество тоже, таблет, стоджа, там, оболочка та же, и два года потери времени. Поэтому у нас есть вот такие моменты, потом у нас есть сдерживающие моменты с точки зрения, ну, человек там, допустим, собирается открывать дело или открывает дело, и подключение к энергосетям, ну, в частности, вот возьмем пример для газа, да, ну, могу сказать, это безумный путь с тысячью различных родов передвижения, если ты живешь в Гонах, ты должен раз в 15, не знаю, приехать в Самару, собирать документы, которые дублируют внутри, в общем-то, в этой отрасли, поэтому важно нам сейчас система выработает, в принципе, единого окна, я сдал документы, на выходе в предназначенное время пришел, заплатил, а мы делали такой временной тест-драйв, вот в 2011 году у нас предпринимательница получила грант на открытие собственного дела, она покупала оборудование, прачечное оборудование, включала с газу, и вот наши специалисты прошли с ней вот этот длинный путь на протяжении, каждый раз помогая ей, каждый раз готовя бумаги, каждый раз выходя, собственно, с инициативой, там, что-то сделать быстрее, 10 месяцев. Поэтому если мы сейчас вот эту длинную дорогу работы с естественными монополиями, с разрешительными органами, неупростим стандартные вот эти процедуры, и сейчас вот очень большую работу проводят ОСИ, агент стратегических инициатив, они разрабатывают, они, значит, разрабатывают дорожные карты из Самарской области, соответственно, по видам деятельности разрабатывают, то есть, условно говоря, если ты приходишь, подаешь документы на разрешение на строительство, у тебя должен быть внятное время, внятный цикл временной, внятный набор документов, которые на выходе тебе должны, так сказать, либо подтвердить, либо проверить. То есть это не должно идти годами, а тем более ситуации, которые на сегодня-сегодня. Сегодня, я считаю, вообще задача власти, это стремительно в течение не то, что месяцев рассматривать какие-то документы, в течение часов. Вот если мы научимся это быстро реагировать на все эти вызовы, быстро открывать предприятие, не затягивать, быстро, так сказать, ставить на налоговый учет, быстро его запускать в дело, быстро, так сказать, представлять возможность подключения к электроэнергии к каким-то, так сказать, сетям. А я хотела у вас уточнить механизм вашей реакции на обращение. Он какой? Как к вам нужно обращаться предпринимателям, у которых есть проблемы? И какой у вас механизм решения этих проблем? Какие у вас есть полномочия? Ну, знаете, ну, полномочия... Как долго это длится вообще? На что нужно рассчитываться? Понятно, что каждое дело индивидуально, но все-таки. Нет, ну, это действительно абсолютно индивидуально, потому что, знаете, если получить, ну, не знаю, просто вот... Меня зачастую люди спрашивают о том, что, слушайте, а где вообще вот информация, что какие программы существуют, какая инфраструктура существует. У меня... Я говорю, вот знаешь, вот перезвонишь мне, вот, но только после того, как зайдешь на сайт линия-успеха.рф кириллицей. Вот если там что-то непонятное будет, если что-то там не разберешься, если не поймешь, какие конкурсы проходят или там нет, все есть в интернете. Тогда и не выйдешь на какую-то инфраструктуру, которую ты до этого не знал или что-то не поймешь, тогда звони, отвечу. Вот это в части информации по какие программы для малого... А в части защиты прав потребителей? В части... Давайте не путать потребителей. Ой, предприятие... Я все со своими... Нет, потому что защита прав предпринимателей. Да, у нас особая тема, и там с ними проблемы есть. Вот. Могу отдельно остановиться. Что касается защиты прав, как я уже сказал, это законы интереса. Если человек столкнулся, и в общем, государственная машина, она бывает так, она... Иногда не смотрит, иногда нарушает, иногда нарушает. То есть первая легальность и законность, и дальше потом уже... Ну, человек обращается, это, так сказать, в общем-то, на линии тире успеха с ссылкой на уполномоченного. У нас и свой сайт, сайт ombudsmanbiz63.ru. Никаких проблем в интернете, так сказать, все найти информацию по этому вопросу. Могут быть в электронном виде, могут быть в письменном. Есть обращения разные, есть дела, которые мы рассматриваем. Ну, они многослойные, трудные. Они имеющие, так сказать, вот... Первая картинка устраивается такая, начинаешь копать, она... Понятно. У нас просто, Евгений Николаевич, очень мало времени. Хочу озвучить еще одну реплику от телезрителя, чтобы уж он ждал, наверное, очень долго. Работаю на Мальцево-22, там есть рынок Норд, через дорогу рынок Гвардейцы, рынок легален, и там еще есть кафе, они легальны. Вот видите, легально, а какие проблемы тогда? Значит, все хорошо, или там есть какие-то проблемы? Нет, ну, я ровно об этом говорил. У нас большой объем вот псевдопредпринимателей. И, почему даже, знаете, самое удивительное, то есть, то, что вот этот теневой бизнес-рынок, он сейчас серьезнейшим образом конкурирует вообще там по внутреннему продукту, там 40-50 процентов, это такая скромная оценка. То есть мы вспомним... Еще одна проблема. И когда мы говорили, допустим, ну, условно говоря, на уровне прачечной, это одно, у нас бывает на уровне предприятий крупных, которые... Понятно. Ну, все, спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо вам за внимание к теме. Всего хорошего. До свидания.